От общего гражданства выиграют и русские украинцы. Владимир Путин ответил Владимиру Зеленскому, заявившему о готовности выдавать украинские паспорта всем россиянам, и посоветовал ему начать с Саакашвили. Владимир Путин предложил ввести общее гражданство для жителей России и Украины. Об этом глава государства заявил после церемонии вручения медали Героя Труда. «Если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские украинцы», — сказал Путин. Так президент продолжил заочный диалог с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским. После решения России выдавать паспорта украинским гражданам по упрощенной схеме, Зеленский ответил, что Москва пытается соблазнить украинцев сменой паспорта, и вряд ли многие этого захотят. При этом Украина будет отстаивать права и русских, и украинцев. В свою очередь Путин посоветовал Зеленскому начать с отстаивания прав грузин, например, с Михаила Саакашвили. Я много раз говорил о том, что украинцы и русские, и русские народы, и даже более того, я вообще считаю, что это один народ, на самом деле. Своими особенностями, культурными, историческими, но, по сути, свой один народ. И если у нас будет общее гражданство, от этого только выигрываете русские, мы будем сильнее и успешнее. А что касается насчет свободы и так далее, то это тоже важный момент. Но в этом смысле, наверное, лучше начать даже не с России, не с россиян, а, ну, допустим, с Грузии или с бывшей Грузии. Ну, например, было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Позин также заявил, что было бы неплохо восстановить права и некоторых других граждан Украины, которые были вынуждены покинуть страну и уехать в земли обетованной, спасаясь от преследования. Комментирует директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. Скорее всего, речь идет о чистой воды информационном троллинге. То есть здесь на ум приходит типологически похожая ситуация, но менее провоцирующая. Прошлую осень, когда Владимир Путин на встрече с японским премьером предложил заключить мирный договор, просто так по дружбе, без всяких предварительных условий, что для японской стороны было абсолютно неприемлемо. Но тем не менее это породило серьезную информационную волну и способствовало определенным колебаниям переговорной позиции японской стороны. Но там хотя бы шли переговоры по поводу договора, которые через несколько месяцев, к началу 2019 года, достигли какой-то определенной точки. Здесь же ясно, что абсолютно никаких перспектив данная инициатива не имеет. Кто бы ни находился у власти на Украине, имеется в виду президент, то ситуация была бы та же самая. То есть никакого единого российско-украинского гражданства быть не может в текущей ситуации. И с учетом настроения большинства населения Украины, даже если они станут менее антироссийскими при новом президенте, все равно будет превалировать стремление к суверенитету и независимости Украины в общественных настроениях, как бы ни была выстроена информационная политика новой власти. А тот электорат, который мог бы поддержать единое российско-украинское гражданство и выступает за российско-украинскую интеграцию, это тот электорат, который выдал голоса за Бойко и Вилково в первом туре выборов. Это максимум 17%. Павел Салин. Ранее говоря о выдаче паспортов жителям юго-востока Украины, Путин заявил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с правами в Донбассе переходит все границы.